Во Дворце культуры Арктика прошло участвование победителей и участников конкурса средств массовой информации Ненецкого округа «Золотое перо». На мероприятие побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. В традиционном конкурсе «Золотое перо» по итогам 2019-2020 годов участвовали представители средств массовой информации Ненецкого округа, которые направили на рассмотрение жюри более 50 творческих работ в 9 номинациях. Работа в СМИ – это коллективный труд, особенно на телевидении и радио, где задействованы многие профессионалы своего дела. Журналисты, ведущие, режиссеры, телеоператоры, монтажеры, звукорежиссеры и другие. В газете не обойтись без дизайнеров, верстальщиков и печатников. Именно благодаря вашему труду мы узнаем о событиях в стране и нашем округе первыми. Именно благодаря вашему труду мы переживаем счастливые, а порой и печальные истории. Именно благодаря вам мы знакомимся с новыми людьми. По сути, вы наши глаза и уши. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше беспристрастное освещение событий. Порой колкие и неудобные для власти репортажи, но абсолютно справедливые. Спасибо вам большое за ваш труд. Юрий Бездудный вручил Галине Торцевой и главному редактору газеты Нарьяна Виндер «Золотое перо» в специальной номинации за вклад в развитие СМИ на территории Ненецкого автономного округа. Одна из самых престижных номинаций конкурса «Репортаж Король журналистики» членами жюри была отмечена творческая группа телеканала «Север» в составе Алины Буучейской, Владислава Носкина и Кирилла Иванова за специальный репортаж, посвященный общине Ямпто. Мы взяли «Золотое перо» в номинации «Репортаж Король журналистики» с специальным репортажем из общины Ямпто. Мы, получается, сутки жили почти в чуме, ну, рядышком с чумом в палатке. Вот сейчас летом на День оленей ездили. Окнулись в быт, в настоящую ненецкую жизнь, то есть попробовали сырого мяса, завтракали, обедали и ужинали вместе с оленеводами, подружились с их детьми, и, в общем-то, это, на самом деле, наверное, главная награда для любого журналиста – это не перья, а вот та возможность путешествовать и бывать там, где обычно человеку, может быть, там, ну, сложно попасть, да, обычному человеку. В номинации «Лучший публистический материал» победила Ольга Павловская, журналист информационного агентства НАУ-24. Девушка уделяет внимание социально значимым проблемам. Я подавалась в номинации «Лучший публистический материал». Я подавала свой материал «Как зооболонтеры помогают бездомным животным найти семью». Это материал о частном приюте Сергея Шевелева. У него там несколько десятков собак, то есть он держит их на собственные деньги, то есть это не государственный приют. Вот он сам помогает этим собакам. Самое интересное, что у него пожилые собаки, то есть это не собаки, которые найдут семью, это не щенки. Мне было вообще очень удивительно, что я выиграла с этим материалом, потому что мне казалось, что тема животных она так трогает, умиляет, но я не думала, что она выиграет, если честно. Наряду с профессионалами своего дела в конкурсе участвовали начинающие журналисты. В номинации «Лучшая публикация среди юных авторов» победил школьник Кирилл Кузнецов с работой. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Мы очень рады, что в региональном конкурсе СМИ впервые появилась номинация для юных авторов. В основном участниками этой номинации стали наши юнкоры, которые в течение двух лет публиковали свои материалы в газете «Нарьяна Виндер» и делали материалы для НАУ-24. Для нас это огромная радость и честь, что с достойной публикацией у нас победил Кирилл Кузнецов. Приятно, что работы наших юнкоров, молодых авторов были оценены, и это некий стимул им для развития в дальнейшем. Может быть, кто-то из них все-таки захочет посвятить свою жизнь именно журналистике. Номинация среди материалов, печатных и интернет-изданий, посвященных 75-летию со дня победы, жюри признала победу Юрия Аканева с его работой «Биографический очерк о героях Великой Отечественной войны». Это единственный непрофессиональный журналист среди награжденных. В общем, я представил те материалы, которые выходили летом 2014 года. Это те материалы, которые связаны с биографиями наших земляков. Земляков, которые в основном это летчики. Поэтому я остался рассказать их в боевых действиях, о том, как они воевали. И, в общем, получилось достаточно интересно. Поэтому я хочу поблагодарить жюри, который отметил его материал, потому что, действительно, я не профи, и, наверное, это первое такое пробование было. В этой же номинации среди журналистов телевидения и радио авторитетное жюри признало лучшим творческий дуэт Кирилла Иванова и Владимира Гомкива. Екатерина Эстер взяла свое перо за объектив мастера. Фильм «Ковидная реальность» телевизионной команды Алины Вовчейской и Анастасия Саботович оставила неизгладимое впечатление как у зрителей, так и у членов жюри. За мастерство и профессионализм «Золотое перо» вручили Владимиру Гомкиву, художнику компьютерной графики телеканала «Север». В этой же номинации среди дизайнеров печатных изданий награду присудили Алексею Павлюку. Среди звукорежиссеров лучшим стал Борис Зазуля, радио «Север-ФМ». Среди монтажеров телевидения и радио победила Людмила Антипина, филиал ТРК «Поморье» в Наринмаре. Ну а лучшим журналистом года стала Алена Людвиг, главный редактор НАО-24. Прорыв года – самая неожиданная номинация конкурса. Номинанты определяются коллективами СМИ. Награды в этой номинации получили Александра Литкова, телеканал «Север» и Ольга Павловская, НАО-24. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова